В прошлом видео мы с вами разобрали, как создаются категории WooCommerce на WordPress. В этом же видео давайте научимся создавать простые товары. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Урок номер 4. Использую тему Bono для WooCommerce. Коммерческая тема для тех, кто не знает. Итак, перехожу в админку с сайта. На самом деле товары могут быть разные, разные типы, но в этом видео рассмотрим самые первые, самые простые товары. У вас должны быть подготовлены изображения для ваших товаров, для галереи товара. То есть это, например, шорты, если это с разных ракурсов, подготовьте это. Картинки не должны быть большого размера, небольшого разрешения и ужаты, чтобы сайт быстрее грузился. Об этом у меня тоже были уроки. Если вы не знаете, как это сделать, посмотрите у меня на сайте fedorvasilv.com или на моем канале на YouTube. Итак, чтобы добавить товар, мы с вами здесь находим товары. Видим, что у нас с вами нет ни одного товара. Нажимаем создать. И у нас тут есть такие подсказочки. Давайте следовать данным подсказочкам. Эти подсказочки обычно появляются только в начале, когда вы первый создаете свой товар. У меня демо-сайт одежды. Первое, что мы заполняем, это заголовок. Пускай это будут шорты мужские. По этой иконочке не забывайте, что вы можете увидеть больше элементов в редакторе. Здесь вы заполняете основное описание, то есть самое крупное. То есть у нас же ниже здесь есть вступительное описание. Это то, что будет у нас вот здесь вот в карточке товара вступительное. Соответственно, вот это описание, полное описание, вы можете добавить вот в этом поле. Соответственно, здесь я просто напишу шорты мужские. Здесь тоже можно... Так как это демо-магазин, не буду заморачиваться, напишу так. Здесь можно нажать вперед, в подсказке, если мы будем смотреть. Нам говорят, что выберите товар. Ну, здесь, скорее всего, будет разбор на несколько видео, пока мы с вами будем разбирать простой товар. Оставляем здесь простой товар. Дальше есть возможность быть виртуальной, то есть это если какие-то цифровые продукты, это могут быть онлайн-курсы, это могут быть аудиокниги и так далее. И скачиваемый еще. Как раз вот скачиваемый товар, это как раз таки и есть цифровой продукт, то, что можно скачать. У меня это не виртуальный. Здесь вот есть подсказки, если вы наведете мышь, здесь будет написано. А это как бы физический товар, поэтому галочки мы здесь не ставим. Нажимаю вперед, базовая цена, видим, что здесь у нас стоит значок не рубли. Это мы позже исправим в настройках, чтобы стояли рубли. Пока что я поставлю, например, 1000 рублей стоят шорты. А цена распродажи, мы позже посмотрим, как это работает. И также здесь можно запланировать. Дальше, вот как раз видите, показано краткое описание, то, что мы с вами уже заполнили. Нажимаем вперед, дальше нам говорят, что нужно изображение товара загрузить. Вот сюда мы нажимаем как раз таки и шорты. Изображение я загружаю, нажимаю вперед. Дальше нам говорят метки. Ну, метки хорошо. Зачем? Чтобы по меткам можно было сделать сортировку. Например, у меток есть общее название, это шорты. Давайте добавим. Посмотрим, где выводится. Добавить. Так можете добавить в товар от 3 до 5 меток. Я думаю, больше, наверное, не стоит добавлять. Нажимаем вперед. Как раз таки смотрите, тут самые категории, которые мы с вами создали в прошлом видео. У меня это шорты, я выбираю соответствующую категорию, дальше вперед. И нам тут говорят, что мы можем уже опубликовать. Но я предлагаю, если у вас для товара есть еще другие фотографии другого ракурса данного товара, то его нужно добавить вот ниже, в галерее товара. У меня есть такие изображения, давайте добавим. Вот я нашел на компьютере еще несколько ракурсов этого товара. Нажимаю добавить. Они у меня все загружаются. Дожидаюсь, когда все загружено, нажимаю добавить. Посмотрим заодно, где это отображается. Галерея изображений. Вот на этом шаге, в принципе, мы можем нажать уже опубликовать. И посмотреть, что у нас с вами получается. Перехожу на фронтальную часть сайта, на главную страницу. Вот у меня шорты. Вот здесь сразу помечается единичка. Говорят еще о том, что здесь уже добавлен один товар в эту категорию. Заходим сюда. Видим данный товар. Заходим внутрь товара, в карточку товара. Смотрим. То есть у нас как бы все тут готово. Можно посмотреть галерею. То есть вот так галерея, которую мы с вами загрузили. Вот эти картиночки. Также цена. Пока еще не в рублях. Это все настроим позже. Добавить в корзину. Вот это краткое описание у нас с вами. Артикул мы не заполняли. Категория метки. Описание. Это будет полное описание здесь. И отзыв. Поставим тест отзыв, чтобы можно было в дальнейшем с этим работать. И недавно просмотрено. То есть вот один простой товар я добавил. Сейчас оставлю на паузу, добавлю еще два товара. Не буду это показывать, так как это то же самое. Вы по аналогии, чтобы закрепить информацию, добавьте 3-5 товаров. Ровно так же, как я сейчас добавлял простой товар. Чтобы вас сразу не смущало то, что у нас с вами стоят не рубли абсолютно. Давайте забежим вперед. В e-commerce настройки основные. Здесь ниже настройки валюты. Здесь в поиске. Здесь много выбор большой. Можем написать вот так вот Россия и российский рубль. Выбираем. Сюда мы еще вернемся в следующих видео. Сохранить изменения. Посмотрим. Здесь рубль есть, но у нас рубли ставятся в конце цены, а не в начале. Прямо здесь у нас же есть ниже позиция справа. Сохранить изменения. Но мы сюда еще вернемся в следующих видео. Сейчас все нормально. Тысяча рублей. Итак, я добавил еще два товара. То есть каждый по одному. Каждую категорию. Здесь у меня костюм. Вот такой вот костюм. С разными оттенками. Также я добавил штаны. Думаю, здесь на этом этапе ничего сложного нет. И по поводу цены. Рассмотрим это поле здесь же. Если у вас есть скидка, цена распродажи. То есть костюм стоит 3200. Например, за 3000 он продается. Посмотрим. Я иду сюда. И тогда вот здесь появляется такой лейбл скидка 6%. Автоматически здесь же ниже перечеркнутое. 3200. Показано красным. 3000. Новая цена. И также это показано здесь. То есть сам WooCommerce, конечно же, здесь очень продуман. Здесь все грамотно сделано. Все четко. Нам остается лишь просто все наполнить и подстроить под себя. Также мы можем попробовать запланировать и кликая в поле, в новое появившееся поле дата распродажи, с какой даты и по. Например, сегодня 23 февраля, с 24 по 28. Соответственно, сейчас, если я на нее посмотрю, обновлю, то скидки не будет. То есть она появится с завтрашнего дня автоматически по 28. Или же я кликаю сюда, выбираю. Пускай с 22 она уже началась. Посмотрим, как она выглядит на сайте. Обновимся. Ну, то есть просто то же самое. Просто это у нас автоматически может произойти. Мы можем запланировать. Она так и называется. Запланирована. То есть, допустим, мы будем где-то в отъезде. И у нас не будет доступа к админке сайта. Но нам нужно в определенную дату, чтобы скидка включилась. И, например, некого попросить. Тогда в этом случае, конечно, вот эта опция, она хорошо работает. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok